Жанак Алла. Проект реновации, который реализуют в Северном Казахстане, по достоинству оценили в правительстве. Сносить ветхие частные дома и возводить на их месте многоэтажки. Наш опыт планируют принять другие регионы страны и внести в программу Нур-Лыжер. Ее реализация была на повестке заседания Кемата. О рекордном строительстве, недочетах подрядчиков и безопасности во время купального сезона расскажет Эгири Мукашева. Наша область должна сделать существенный рывок в строительстве. А именно в вводе жилья. Этого в очереди за квадратными метрами ждут тысячи североказахстанцев. В 2020 году темпы возведения побьют все прошлогодние рекорды. Из бюджета выделили почти 18,5 миллиардов тенге. Это в полтора раза больше, чем в 2019. За январь-май 2020 года за счет всех источников финансирования введено 42,2 тысячи квадратных метров. Или 114% к аналогичному уровню 2019 года. По итогам шести месяцев текущего года планируется ввести 67,1 тысяч квадратных метров. А к концу года планируют сдать 300 тысяч квадратных метров. Столько в регионе никогда не строили, подчеркивает Кумар Аксакалов. Три года назад мы строили намного меньше, 200 тысяч квадратных метров. То есть на 100 тысяч квадратных метров больше. В этом году мы построим. То есть более 12 тысяч наших земляков, североказахстанцев, обретут долгожданное жилье. В эксплуатацию сдадут свыше трех тысяч квартир. 625 из них для социально уязвимых слоев населения. И распределять квадратные метры должны открыто. За этим будут следить нуратановцы. Это не должно быть такого калуарного, чтобы решалось только в каком-то одном кабинете. Все в открытом доступе, максимально. Контролировать необходимую работу застройщиков, а именно график. Люди не должны ждать своих квартир лишний месяц из-за того, что подрядчик не может уложиться в срок. Это, кстати, часто происходит из-за коммуникаций, точнее их отсутствия. Почему-то о том, что в квартирах должны быть вода, отопление и свет, вспоминают накануне сдачи. Тогда берутся за голову и за ПСД. Что это такое? Сделайте, в конце концов, такой сбалансированный бюджет и шаг за шагом, чтобы было понятно. Сначала проект, инфраструктура, дом. Вот такой же должен быть порядок. Остается надеяться, что многоэтажки, которые появятся в этом году, возведут по уму. К слову, в Петропавловске вырастут 22 высотки за счет бюджета и 10 от частных застройщиков. За пять месяцев ввод жилья за счет всех источников финансирования состояло более 18,5 тысяч квадратных метров или 161% к аналогичному уровню 2019 года. Всего по городу в настоящее время планируется начать и ведутся работы по 32 домам или 2879 квартир. Если для сравнения, начало программы, когда программа была реализована, то в 2017 году было всего 12 домов. Успеваем и сносить под колеса тяжелой техники в Петропавловске уже попали чуть больше тысячи частных домов. Большинство из них было около полувека. Ветхие, некоторые аварийные. Их жильцы проекту реновации были рады. Особенно, когда переезжали в квартиру со всеми коммуникациями. Проект «Жанакала» – именно такое название выбрали в нашей области, получил одобрение и в правительстве. Планируют перенять опыт Северного Казахстана, включить в программу «Нур-Ужер» и реализовывать в других регионах. Активная застройка ведется и в районах. Там построят 7 многоквартирных и 800 частных домов. 700 из них для переселенцев. Фронт работы и в севах, и в городах огромный. Сейчас уже разгар строительного сезона, как и купального. Чтобы последний не закончился трагедией, нужно соблюдать все правила. И не только отдыхающим, но и владельцам баз отдыха и арендаторам озер. Мы проводим только разъяснительные работы до купального сезона. Также проводим совместные рейды с акиматами, с местной полицейской службой. У нас две статьи есть, но они только применимы при купании в неположенных местах. Мы можем выписать предупреждение и штраф за распитие спиртных напитков в общественных местах. А вот арендаторы честникам не подконтрольны. Проверить их могут только после несчастного случая. Зато у акиматов, которые землю выдали, возможностей больше. Они могут и контролировать, и санкции применять. Элементарную вышку, с высоты которой можно наблюдать за всем, что происходит на глади озера, на расстоянии 25-30 метров, это нужно сделать элементарно. Если вот этих элементарных вещей нет, то местный исполнительный орган должен прийти, предупредить. Если не исправят, то просто не допускать эту базу отдыха к открытию сезона. Еще один важный момент для отдыхающих – благоустройство пляжей. Пёстрый, к примеру, в этом году изменился в лучшую сторону, но недоработки все же есть, считает глава региона. Люди жалуются на нехватку мусорных баков и уборных, мало спортивных площадок. Агири Макашева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.